добрый день дорогие друзья сегодня я собираю свои помидорчики и немного вам хочу рассказать об истории томатиков мало ведь кто из дачников знает что томат изначально это супер истойчивая холдостойкая культура при этом она вечно зеленая древовидная куст ли она и вовсе это не трава а многолетние растения была введена в культуру случайно как средство отравления но не получилось культура понравилась гостям ну в общем культуру заметили и начали его разведить разводить а там где разведение там и селекция так вот содержащиеся в помидорах химические вещества чрезвычайно полезны для здоровья сердца считается например что томатный сок помогает снизить уровень плохого холестерина и риск образования тромбов а еще он нормализует артериальное давление и все дело в том что красные плоды богаты калием холином или копином а ликопин это пигмент отвечающий за алую окраску овоща кстати низкая калорийность и отсутствие жиров а также наличие клетчатки в томатах все это делает томаты привлекательными для желающих снизить вес помидоры помогают улучшить работу пищеварительной системы печени а также предотвращают запоры кстати вы любите смузи так вот попробуйте сделать из томата и шпината смузи оба эти продукта мягко чистят кишечник избавляя от деликатной проблемы со стулом в общем о составе и пользу томатов можно говорить очень очень долго кому это интересно то зайдите пожалуйста в интернет и найдите информацию здесь я не буду рассказывать долго об этом классном супер скам овощи я вам просто сейчас перечислю причины которые говорят что нужно помидоры есть каждый день ну как я уже сказала это и улучшение пищеварения острота зрения контроль уровня сахара в крови защита от некоторых видов рака также улучшается качество сна в теле появляется здоровый дух чистая сияющая кожа крепкие кости и зубы также влияет нас на иммунитет увеличивает иммунитет к различным заболеваниям в частности простудным защищает легкие от сигаретного дыма и помогает красоте волос и вы наверное помните сказку итальянского писателя джанни радаре приключения чаполина так вот как раз сеньор помидор там является отрицательным персонажем и это только там на самом же деле это вкусный универсальный супер продукт с антиоксидантами множеством витаминов и полезных минералов помидор один из самых популярных овощей на сегодняшний день известно более 700 сортов томатов в том числе и генно модифицированные кстати все томаты по мере роста делятся на три вида это и индетерминатные неограниченный рост имеют кустовые отличительная особенность которых это ограниченный рост и супер детерминатные это карликовые растения которые представляют собой разветленный куст соцветиями на верхушке и на основном стебле образуется не больше всего трех кистей извините я сказала что три вида нет детерминатные еще имеются это средняя сила роста и полудетерминатные это высокие томаты растения обладают неограниченным ростом и вершкуются после образования 10 соцветий так что 5 видов по мере роста ну наверное о помидорах можно говорить долго с интересом много фактов называть но к сожалению у меня не такое длинное видео а вода да и информацию можно всегда найти в интернете сейчас я вот собираю в теплице черри это уже предпоследний сбор можно сказать дальше я буду потихонечку потихонечку убирать уже кусты томатов потому что сентябрь на носу скоро наступят все-таки прохладная погода я понимаю что помидоры могут и до ноября сидеть но у меня так и будет несколько кустиков все-таки я оставлю которые будут сидеть до последнего может быть даже уйдут в зиму и только весной я их уберу ну что сказать в этом году я очень довольна своими томатиками так как у меня в этом году две теплицы мне отдала вторую теплицу свекровь моя любимая да да любимая не удивляйтесь редко кто может сказать что свекровь любимая но вот именно у меня так и случилось и поэтому в этом году у меня завал томатов я уже намариновала много банок рецепт маринования томатов у меня есть на канале кому интересно можете посмотреть очень простой способ этот способ этим способом поделилась одна прекрасная женщина сейчас ее уже нет живых она умерла я у них работала садовником и вот она поделилась этим рецептом рецепт действительно очень простой я теперь им мариную помидоры и кстати огурцы тоже делаю по ее рецепту но он немножко отличается на канале у меня тоже есть вот среди помидоров вы видите у меня кустик один огурчиком он формируется в один стебель он невысокий кстати он почему-то отстает в росте но я так думаю что его все-таки с томатами не следовало сажать это вот мой урожай вот столько я собрала это с учетом того что мы каждый день едим вдоволь помидоров салатов и плюс еще я и закрываю мариную как я сказала вот по краю меня растет базилик а вот эти две кучи это я вот сейчас оборвала листья которые уже поражены грибковым заболеванием которые нужно нужно удалять обрабатывать помидоры я уже ничем не буду на в принципе я их и не обрабатывала поэтому уже будет как будет вот остаются вот видите еще какие кисти шикарные просто шикарные очень я довольна ну а вот эта вторая теплица в которой немножко так скажем более не ухожен вид потому что честно сказать не успеваю вот посредине у меня сидят сорт полярные санька и извините забыла ранее супер ранее но хочу сказать что супер ранее далеко не супер ранее они такие средне средние так скажем вот как раз вы их сейчас увидели кустик оранжевых у меня откуда-то взялся помидор я даже не знаю что это за сорт ну скорее всего какая-то пересортица пошла вот справа у меня сидят крупные томаты это розовый слон и ботяня а слева у меня сидят сливка о извините не сливка черри которая капелька называется она в виде капельки желтый тоже очень вкусные сладкие томаты вообще все томаты нравится кроме розового слона он конечно тоже очень вкусный сочный но вы знаете для салата пойдет но вот я люблю знаете съесть прям с куста и вот он как-то мне не зашел кстати не зашел он и моему мужу также детям он тоже не понравился сейчас я показала вам томате который погрызен улиткой очень много погрызли улитки томатов не знаю как этих улиток ловить я их не вижу к сожалению вот и обсыпала кустик изолой и чем только не обсыпала говорят вроде что улитки не ползают по золе не знаю не верю я в это не помогает вот это теплица вот прямо если вы посмотрите то большие заросли это не ухоженный кусту куст там несколько там четыре или три кустика они растут у меня без ухода без формирования без посынкования то есть густым густым лесом и чтобы собрать там томаты мне приходится конечно по изгибаться так скажем ну а в целом я томатами довольна вот вот эти томаты которые посредине они конечно очень хорошие томаты сорт полярные это очень древний сорт их насобирала свекровь и вот он из года в год постоянно у нас садится сейчас я показываю вам как я мою банки подготавливаю и те томаты которые я собрала буду укладывать банки и как раз постараюсь сделать сегодня максимально много потому что банки уже закончились я уже банок но собирала по соседям по всем закоулкам вот то есть банки закончились потому что очень много заготовок осталось прошлого года очень много варенья в этом году к сожалению варенья нет вот мою я банки соды ополаскиваю водой сильно не заморачиваюсь потому что банки все подлежат стерилизации вот ополаскивают видите прямо из шланга все это очень быстро происходит и не затруднительно сегодня стоит теплый день с утра было пасмурно думали пойдет дождь но дождя не пошло очень жаль второй месяц даже наверно уже больше стоит жаркая погода дождя нету все сохнет конечно и цветы сохнут и поливая не поливай вот а у нас так как речка совсем практически обмелела то соответственно мы особо даже не используем ну так скажем экономим воду в колодце в своем вот потому что остаться без воды сами понимаете в такую жару вот и поэтому цветы получая только полив вот если что-то вот я как раз сейчас помидоры помою вся эта вода пойдет под цветы раньше просто выплеснул на газон и все нет теперь все используется с толком жалко цветочки они красиво цветут вы уже многие видели мой сад огород цветов у меня очень очень много и они к счастью размножаются сами вот очень много хризантем флоксов но и других ирисов и так далее вот банки уже подготовлены сейчас я уложу в банке все автоматики и пойду дальше делать маринацию опять же повторяю рецепт у меня есть на канале вот специально видео я снимала так что попробуйте надеюсь вам понравится помидоры получается очень очень вкусные нежные так что я раньше в таком количестве не мариновала конечно помидоры да что говорить я их даже не сажала у меня были огурцы томатов как таковых не было потому что огородом я занимаюсь с детства можно сказать и когда я переехала свое жилье то соответственно там только были огурцы это вот у меня у соседей вот такие кошаки живут это вот кошечка этих кошечек подобрали можно сказать в плохом состоянии выходили и вот теперь вот такие красавцы у нее живут вот красавчик рыженький рыжик красивый котяра вот к сожалению они еще не совсем доверяют вот рыжик уже идет в руки окошечка не особо идет в руки не доверяет ее нашли в ужасном состоянии но вот спасибо вот светлане она их выходила и теперь они у нее живут на даче вот видите какой багира прям красавец ой рыженький красавчик вот ну а я продолжаю про помидоры вот я уже замариновала помидорчики вот получилось у меня столько банок это вот еще стоят ну и конечно посмотрите видео как я мариную огурчики ссылочку на это видео я оставлю в первом закрепленном комментарии тоже есть всем всего доброго и пока пока смотрите подписывайтесь не забывайте ставить лайки я всем очень рада вот вот такие красивые огурчики по тому рецепту который у меня есть на канале ну а теперь урожай лука чеснока я довольна это я сорвала фасоль буду лущить ее вот мои остатки томатиков которые поели улитки и которые я пущу в переработку вот либо будет сок томатный либо просто заморожу соусом и потом по надобности буду его использовать ну и на этом дорогие друзья я всем говорю пока пока всем всего доброго позитивного здоровья счастья и хороших урожаев заходите подписывайтесь пишите комментарии